Выражаем благодарность нашим спонсорам. Для цевья. Также небольшой кусок для оптики и приклада. Пожалуйста. Особенность заключается в том, что она создает трехмерный объем как сверху, как снизу, так и по бокам. Разбивает очертания горизонтальные во всех направлениях. Дело в том, что обычно, когда люди делают обмотки, по принципу боктейл, они просто на трубу накладывают горизонтально нити. В лучшем случае эти нити будут разноцветные. Что мы получаем? В таком направлении у нас нет объема по сторонам непосредственно. У нас просто прямая линия выходит. И самое главное. Верхняя часть у нас не разбита. У нас просто прямая сверху линия горизонтальная. Которую, соответственно, демонстрируют. В нашем случае мы имеем рельеф во всех направлениях. Обмотка делается относительно просто. Мы берем прямоугольный кусок мешковины и начинаем с нее оттаскивать нити. Таким из основатым. И просто. Все довольно просто. С одного направления и с другого направления. В итоге мы получаем вот такую вот заготовочку. Вот полосу и нити по сторонам. Заметьте, что с одной стороны нити более короткие, с другой стороны более длинные. После этого, так как еще добавок мешковина бывает разной по плотности, в данном это это самая редкая мешковина, и так или иначе нужно будет сделать загиб. Чтобы она не распускалась дальше сама. И одновременно. Вот делаем вот такой вот загиб. Вот. И прошумаем его желательно швейной машинкой. Если у нас конечно есть. И в итоге мы получаем два раза в году больше волосатости. Ваша лента. Больше объема. Если вы этого не сделаете, то при обмотке до глинаща у вас эта волосня, с одной стороны она у вас будет зажата лентой. Она будет скрыта. Поэтому все-таки лучше ее загнуть до глинащи. Хуже вы не сделаете. Далее. Так будет проще. Понятно. Когда у вас уже будет готова лента волосатая, вам нужно их будет между собой шить. Шиваете их вот таким вот образом. Вот. Берете ленты и прошиваете вдоль. И после этого у вас получается вот такой вот эффект. Такой стоящий столбик. Это кинистика. В данный момент у меня сейчас в руках. Это обмотка для оптики. Так видите. То есть. так вот. Вот. Теперь мы будем делать монопинобью. Когда мы обмотываем монобью, мы получаем тоже определенную трёхмерность по сторонам. даже в такой ленте я загнул края и прошил в конце ленты имеют крепление в виде петли для шнурка чтобы зафиксировать ободку на вашем оружии я не пришиваю шнурки потому что сейчас такая ситуация что мне или лень или слишком я узел плотно завязал на оружие и проще эту веревочку отрезать чем развязывать обмотка снимается довольно легко также на обмотке местами я пришил подобие листиков отдельно изображать можно еще пришивать крепление для флоры и желательно если вы сомневаетесь в крепости вашей мешковины вдоль всего шнурка что у вас была прошита лента но более всего чтобы добавить вам долговечность в ваш ленте и и собственно говоря это все большое спасибо за внимание спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! и